Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы продолжаем беседу о книгах царств, или иначе как они называются, книгах царей, где повествуется история династий и череда царей Израиля, Северного царства, и Иудеи, Южного царства. Это история, последующая за царствованием Давида и сына его Соломона. Соломон, как мы все знаем, это, можно сказать, символ исторический и, так сказать, библейский величие царства, бесконечное богатство, мудрость, уважение всех соседей. Однако Соломон был, может быть, слишком вовлечён в это довольство, свой авторитет, богатство и власть, и не был человеком бесстрастным. Жён и наложенец у него было не из числа, как мы знаем. В конечном счёте, это обилие соблазнов, из которых главные соблазны. Не богатство, в конечном счёте, а возможность поклонения идолам. То есть, что значит идолам? Да, действительно, в виде некоторых статуй или каких-то там рощ священных, люди поклонялись своим богам, так как их называли, в конечном счёте демонам, ожидая от них помощи в своей обыденной жизни, царь во своей власти и победах, бедняк в своём каком-нибудь скудном благополучии. И этого было достаточно для того, чтобы общаться человеку с бывшими, как ему казалось, силами. Таковы были жёны Соломона, кто-то из окружения его. И в конечном счёте, это склоняло и царя к такому не только почитанию Бога истинного, но и некому поклонению вот этим самым богам и идолам. А жертвенники или идоли ещё такие распространились, потому что слишком много народов были из этого круга. И это становилось настолько непохоже на то, ради чего Господь и свой избранный народ берёг, собрал его, выбил из Египта и благословил удивительного человека, Давида, как исключительно любящего и преданного Богу, и благословил его быть царём. И казалось всем, что вот такое царство Давида может продолжаться в его потомках и последователях. Однако нет. Поскольку это требовало действительно преданности, любви, это всегда означает усилие, духовное волевое усилие, быть верным Богу. И человек рано или поздно становится, если надеется на себя, или не имеет какого-то особенного стремления к Богу, или непослушанному пренебрегает истинный Божий. Так или иначе такое общество и жизнь такого человека оскудевает. И в конечном счёте, в 11 главе 3 книги Царств говорится так. «И сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство, и отдам его рабу твоему. И не всё царство отторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Что в этом тексте важно? Во-первых, вместо того, чтобы царствовал в этом обществе израильском потомство Давида, Господь сообщает Соломону, что нет, раб твой будет царствовать, однако не всем народу. Большей частью, но не всем. Одно колено, как сказано тут, или в ином месте сказано два, потому что речь идёт о Иудином и Вениаминовым поколениях. А десять поколений Израиля будут под властью этого раба. Меньшая же часть, в южной половине царства, со столицей Иерусалима, будет подчинена потомку Давида. Так вот, в крайнейшем счёте так и происходит, и пророк Ахия встречает Иероваама, амбициозного человека из окружения Соломона, то есть раба его. И так говорит Господь Израилев, сообщает Ахия этому Иеровааму. «Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять, а одно останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Если Давиду Господь когда-то заповедал быть царём Израиля и обещал ему будущее совершенное царство, то своё обещание Господь исполнит. Поэтому за потомством Давидом останется царство вне. Иерусалим, как город, избранный Богом, будет таковым, однако пройдёт через тяжкие испытания и утеснения. Так вот, дальше говорит Господь через пророка Ахию и Иеровааму. «За то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Муавицкому, и Мелхому, богу Амманицкому, и не пошли путями моими, возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида Иеровааму его, во все дни перед лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего». Тоже существенно. Для пребывания там имени моего это буквально может означать для моего пребывания среди народа, который будет жить в Иерусалиме и останется верным мне, Богу. Соломон, конечно, узнал об этих претензиях Иероваама и о том, что ему было предречено и стремился умертвить его, однако Иероваам скрылся в Египте. Иероваам встал и убежал в Египет к Сусакиму царю египетскому и жил в Египте до смерти Соломоновой. Вот тут мы уже имеем такой момент, когда Египет становится прибежищем для каких-то либо беглецов, либо крепким соседом, на который и потом и кто-то из царей иудейских захочет упереться. Что, конечно, противоречит совершенно самому смыслу избраничества иудейского народа и его выходу из Египта. Так вот, а дальше о смерти Соломоновой в этой книге Царства Третьей сказано очень просто, без пафоса. Прочие события Соломоновой и всё, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И воцарился вместо него сын Его Раваам. То есть Раваам становится царём Южного царства иудеи, а в северной половине становится царём этот Иерусалим. Молодой царь, сын Соломоновый Раваам, не обладал ни мудростью, ни верой Давида, деда своего. Он не сознавал, что власть и богатство царю даны как зарок верности Бога царю и народу в ответ на верность царя и народа Господу своему. Раваам не принял советы старейшин, которые указывали ему быть милостивым и даже, как сказано в Библии, ласковым с народом, быть слугой народу, для чего, собственно говоря, царство и было благословлено Господом. И тем самым как бы сохранить в единстве царя и народ. Вместо этого Раваам, как человек, увлечённый властью, прослушившихся людей своего поколения, молодых, таких же бесчинных, как он сам, и они советовали ему так. И говорил, это в 12 главе Третьей книги царства, «И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, так скажи народу, который говорил тебе, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им, отец мой обременял вас тяжким игом, так я увеличиваю иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Ну что ж, в ответ на это, на такое заявление Раваама, который был ещё, как наследник Соломона, ещё был законным царём всего народа и северного, и южной части. В ответ на это Израиль, то есть северная часть, отложился от Раваама. И сказано там так, в 12 главе, «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю, и сказал, какая нам часть в Давиде, нет нам доли сыне Иесеевом, по шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Смотрите, тут народ как бы обращается к Давиду, хотя Давид-то уже давно умер, и в наследство вошёл его внук. Но дело в том, что всё поколение царей, если они потомки Давида, они как бы несут в себе значение и достоинство, и предназначение Давида как царя. И израильское общество, это общество, объединённое вокруг именно такого царя, как Давид. Стало быть, израильтяне, то есть жители всех этих северных властей, большей части территории, видят, что нет им доли, части, пользы, смысла подчиняться потомку Давида. Поэтому и говорят, теперь знай свой дом, Давид, дескать, вот, на юг. Царём Израиль стал этот самый Иеравам, бывший когда-то рабом Соломона. Разделение царства совершилось, и попытку Раваама отвоебать в области Израиля пресёк Господь через Самея, человека божьего. Раваам готов был воевать, но он услышал от этого Самея. Это опять читаю в 12 главе. Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину, то есть Иудину и Вениаминову, то есть тем поколениям, которые объединились вокруг Иерусалима, всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу. Так говорит Господь. Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, с сынами Израилевыми, возродитесь каждый в свой дом, ибо от меня это было. Междуусобную войну запрещает Бог и напоминает, что разделение народа произошло по попущению Бога. Не то, что по воле Бога совершается какое-то бедствие, но он попускает то, что человек единственно может. В данном случае людей, которые способны были возглавить весь народ так, как Давид, и вдохновить верой, и сохранить верность Богу, такого человека не было. Господь попускает разделение. Далее 12 глава повествует таким образом. Царь Израиля Иерваам сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифили, а другого в Дания. Это ужасно. Не нужно тебе ходить в Иерусалим, Израиль, не нужно тебе быть единым народом, поклоняться единому Богу, так, как заповедал Господь ещё через пророка Моисея, не нужно тебе быть тем избранным народом, который не знает никаких идолов, тебе нужно благополучие, тебе нужно просить о своих каких-то нуждах, вот тебе эти два золотых тельца, а, как вы помните, телец – это, ну, бык, это такое изображение божества, власти, силы, всемогущества, обычный на Востоке символ царской и божественной власти. Ну и вот, значит, такого тельца поставить, перед ним свои молитвы приносить, и тот, кто вам покровительствует, ну, мало ли какой дух, демон, он вам и поможет, а в Иерусалим халить не надо. Вот, и повело это ко греху, как сказано далее, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господень. А ведь вспомним, верность Богу специфически и исключительно важно выражалась в точности богослужения, в точности Бога поклонения. Недаром даны были все уставы, жертвоприношений и совершения служб. Они означали, как бы мобилизовывали людей в сознании своем, в действии, в воле своей быть постоянно ориентированными к единому Богу, ощущать Его присутствие и отзываться на Его. Не просто какими-то эмоциями, пожеланиями, просьбами, а жертвами точно установленными. Это значит именно истинному Богу в единственном храме в Иерусалимском. Так вот, это все порушилось для них. И построил он, то есть Иерава, капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из санов левиных. То есть, это было самочинно, это было уже не священство. Изначально, еще от Моисея, священниками Божьими должны были быть только потомки леви. А на высотах это, между прочим, тоже довольно естественное и обычное, так сказать, свойство языческих религий – гору, высоту какую-нибудь, иногда рощу, считать местом обиталища Бога. И принес он жертвы на жертвенники, которые он сделал в Ефиле в 15-й день 8-го месяца, сам принес Иеравама, не будучи священнику, в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для санов израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Вот это не просто какое-то бесчиние, так сказать, непорядок. Это прямое свидетельство отказа от того предназначения, от того пути, так скажем, от того образа мысли жизни и богопоклонения, который был установлен Господом через Моисея для своего избранного народа, ради которого этот народ должен был не смешиваться с другими народами, не знать жён, не брать жён из других племён, не повторять никаких обычаев, даже и не садиться за стол вместе с чужим. Всё это как бы концентрировалось, выражалось в точности ритуала. Это именно не ритуал, не то я сказал. Это как всякое серьёзное общение человека с Богом, оно совершается через жертвоприношение, это прямая связь с Богом. Так вот, её так пренебрёг Иераваам и выдумал своё, так сказать, имитация, в сущности, говоря, религии ради утверждения своей власти. Он сам совершил жертвоприношение, он сам восстановил время и место жертвоприношений, отказался от Иерусалима, он предмельгает тем самым смыслом жертвы. Ему так это не сошло с рук. В 13 главе 3 книги царств говорится дальше вот что. И вот человек Божий пришёл из Иудеи по слову Господне в Эфиль, в то время, когда Иераваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнёс человек Божий к жертвеннику слово Господне и сказал «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот, родится сын Дому Давидову, имя ему Иосия, и принесёт на тебе в жертву священников Исот». То есть он предрегает, что Иосия в дальнейшем, который будет царём, разорит эти жертвенники Иераваамова. И самих этих священников, которые на них совершали жертвы и совершали курение, принесёт жертву. И человеческие кости сожжёт на тебе. Это, кстати, чрезвычайно жёсткое и, в крайнейшем счёте, Богом неодобренное действие. Нельзя человеческие кости зажигать, тем самым как бы лишая человека всякого посмертного божественного благоволения. и дал в тот день знамение этот человек Божий, который встретился в эфире, и дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрёк сам Господь. Этот жертвенник распадётся в пепел, и пепел, который на нём рассыплется. Когда Царь услышал это слово человека Божьего, а Царь в это время перед жертвенником торжественно, спокойно стоит, он то простёр, как сказано, простёр и рвам руку от жертвенника, говоря, возьмите его, этого человека Божьего, ну, пророка, вы знаете, что в народе были люди, особенно вдохновлённые Богом, которые могли быть либо по своей службе у царя служителями такого рода, пророками, советчиками, укащиками, как поступать, или люди реально вдохновлённые, как этот человек Божий. Так вот, и царь действительно рассыпался по слову Господню, а рука Иеравама, простёртая, указывающая на этого человека Божьего, чтобы его схватили и казнили, замерла, одервенела, так, что он не мог двинуть её. И тогда царь умолил человека Божьего освободить его от наказания. И когда тот это сделал, то царь пригласил человека Божьего к себе угостить и сказал, я дам тебе подарок. Общаться с этим человеком, который был лжецарём и лжесвященником, и который изменял Богу, человек Божий не мог. Он сказал царю, хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господнем, не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, к которой ты пришёл. Это место отвержено Богом и предано заклятию. И это действительно сбудется при царе Иосии, а принять трапезу царя означало бы быть с ним единомыслием. Мы понимаем, что трапеза это символ единомыслия какого-то дружеского общения. Этого не могло быть для Божьего человека с Иеравамом. Так вот, тут в этом месте книги, третьей книги царств, такой эпизод в связи с этим описывается, в котором подчёркивается, насколько божественные определения непреложно и строго точно нужно исполнить. этому человеку Божьему велено было Богом не останавливаться там, не оставаться у Иеравама и в Эфиле и уходить оттуда другой дорогой и не останавливаться. Без объяснений Господь даёт своё повеление и его нужно исполнить в точности. Но получилось так, что ему навстречу попался некий пророк, который пригласил его к себе отдохнуть и поесть. И человек Божий согласился. Не сразу, но тот уговорил, согласился. Этот пророк, который приглашал его у себя побыть, и человек Божий тот самый принял это предложение, он же ему и говорит, что погибнешь за то, что нарушил повеление Божье. И действительно, тот человек Божий на обратном пути был растиразным львом. Там сказано так, за то, что ты не повиновался устам Господним, не воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. Даже он отказался бы невинным человеку Божьим, который, в общем, ничего не нарушил какого-то обычая, но как-то не послушался в точности слов Бога, он был наказан. Как помните царь Саул, когда не в точности исполнил веленное Богом и в битве с малькетянами что-то сохранил, был тоже отвержен Богом. Отвержение Иеравама подтверждается смертью сына его, о которой сказал пророк Ахия жене Иеравама. О самом же Иераваме, вот этом нечестивом самозванцы царе Израиля, Господь сказал так, это в 14 главе книги царства, «Да не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои, и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное предачами моими, за это я вымету дом Иеравамов, как выметает цор дочества». И действительно сын его умер, и об этом сообщается так. Сын заболел, и жена Иеравама пошла спросить совета пророка, и он указал ей, пророк Ахия, возразишься и умрет сын твой. При этом Ахия был уже слеп, стар, а жена Иеравама, предполагая, что он может его знать, как жену царскую, пришла к Ахии в другой одежде, укрылась, чтобы не видно было, что она царица. А Ахия слепой, когда она подходила и сказала, что ты переоделась, я знаю, кто ты, иди, когда вернешься, сын твой умрет. Так оно и случилось. И так пресеклась ветвь Иеравама. Так вот, не лучшее обстояло дело и в Иудеи, где царствовал Соломон Иеравам. Идолопоклонство захлестнуло и эту часть народа. И сделал Иуда негодный перед очами Господа, и раздражал его более всего того, что сделали отцы их грехами своими, какими они грешили. И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища, на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и сделали все мерзости тех народов, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Когда сказано, делал Иуда, имеется в виду потомки Иуда, то есть жители Иудеи, все они должны были осознавать себя единым народом, единым не только в том поколении, в котором жили сами, но и со всем Израилем, начиная от Авраама, Исаака, Иакова, и его сыновей, в том числе Иуды. После Раваама в Иудее восстарился сын его Авия. Авия был столь же нечестив, как отец его, но Господь не увыкнил царство от сына Авии, как сказано в 15 главе Третьей книги царств, ради Давида, потому что Давид делал угодное перед очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все нижницы свои, кроме поступка с Урию хитиянином. Вот опять Давид вспоминается как опора среди людей божьих, среди народа божьего, как опора для воли Бога, для продолжения пути, который Господь предназначил народу. Но и Давид, как сказано тут, человек, и упрёк Давиду не забыт этот поступок с Урией хитиянином, как помните, когда Давид заблазил его женой, а Урию отправил на заведомую смерть на войне. На этом кончим сегодня и продолжим чтение дальнейших глав Третьей книги царств в следующем беседе. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. в следующем Спасибо. 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 Продолжение следует...